Есть страх животное, а есть страх Божий. Совсем разные вещи. Страх животное в чём состоит и у нас? Когда мы видим, вдруг тигр бежит. Ой, ужас! Ужас и страдания! Как бы он не растерзал нас! И вот многие, часто верующие, Бога так понимают страшаться! Ах, как бы Бог что-то не сделал! Вот это ложное чувство, и от которого люди действительно страдают. Страдают почему? По глупости! Ещё раз повторяю, а есть страх Божий. В чём он заключается? Приведу простой пример. Вот вам мать, которой 80-90 лет, которая едва-едва ходит, но которая, вы знаете, вас любит, и вы её любите. Что она может вам сделать? Ничего! Но вы страшитесь, как бы не обидеть её! Как бы её не обидеть! Слышите, какой страх? Вот так и есть страх Божий точно такой же! Господи, ты за меня пострадал! Вот! Прости меня, если я что-то делаю! Прости меня за мои грехи! Боюсь что такое? Оскорбить любовь Божию! Вот что! А не этот страх, когда быть, как бы меня не растерзал кто-то! Это совершенно разные вещи! Кстати, вот покаяние поют, вот видели, покаяние! И там вот есть такой момент – окаянный трепещу! И вот тут сразу показывает дирижёр, или реген, как хотите, как он понимает трепещу! Да, если тигра, он орёт от страха! И часто поют – окаянный трепещу! На самом деле, когда человек действительно осознаёт – Господи, что я наделал! Так он как выразит это? Едва-едва слышно! Окаянный, я трепещу действительно! Вот как страх Божий проявляется! А это видели! Ну, что вы хотите? Католик! Католик! У них всё! Грубо! Кровь! Кричит изо всей мочи! Это перед Богом кричит, трепещет! Уже не ты трепещешь! Там Господь Бог трепещет! От твоих воплей! Полное непонимание страха Божьего и страха животного! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...